Я слышал, что его уже Болливуд пригласил на съемки «Индикает матрицы». Кстати говоря, вот, когда вот эту картину, видишь эту картину, сразу в голову приходит не Голливуд, а Болливуд, действительно, это правда. Это очень похоже на болливудскую какую-то картину, но это гораздо круче. Тумсо, в Туркмении, если у тебя борода больше трех сантиметров, менты забирают и заставляют пить алкоголь и есть свинину. У меня вообще в жизни появились новые ориентиры, новые стремления. У меня теперь новая цель, к которой я иду, и тот ориентир, к которому я стремлюсь. Наверное, о нем давайте и поговорим с него, все и начнем. Итак, для того, чтобы понять мои новые ориентиры, нужно посмотреть это видео. Ну, у меня вопросов, на самом деле, много. Начинаются они, ты кто? Кто ты? Что ты? Что ты употребляешь? Как, что нужно съесть, чтобы прийти к этому состоянию? Как нужно, что с собой нужно сделать, чтобы ты считал, что это нормально? Чтобы вот это вот, чтобы это было круто в твоем понимании? Чтобы твой мир превратился в тот мир, в котором вот это, это что-то выдающееся. Короче, я хочу жить в этом мире, я хочу это состояние. Я понял, что все вот это, все то, чем я занимаюсь, все то, что мы с вами здесь делаем, обсуждаем. Какие-то политические моменты, какие-то войны, геополитика, локальная политика, национальная, народная, религиозная. Да все, что связано, это все, это ерунда. Тут есть какие-то высшие разумы, какая-то высшая вообще степень революции, эволюции. Что-то такое, чего мы с вами не постигли. И мы где-то на низах с вами здесь барахтаемся, а люди где-то там уже пришли вот к этому уровню, когда с двух автоматов где-то в лесу, имитируя, по всей видимости, поле боя. Но в его понимании это реально, это жесткий замес там идет. Где-то там впереди неприятель, их видимо много очень, что их нужно с двух автоматов долбить. И он в них стреляет. Короче, я даже, какие-то боевики, сейчас можно, знаете, какие-то параллели проводить, там, Рэнбоу, это все ерунда. Вот это, мне кажется, тот предел наивысший, который не даст вам ни Голливуд, ни что. Я хочу вот это состояние, я хочу знать, кто этот чувак, что он делает, что он употребляет. Все эти люди шестерят и надеются на какие-то благи по возвращению. Ну вот конкретно, вот этот чувак, вот про него я не могу так сказать. Я не могу сказать, что он шестерит и на что-то надеется. Мне кажется, все то, к чему он стремился, на что он надеется в этой жизни, мне кажется, это все с ним уже свершилось. По-моему, вот это был тот момент того пика, к которому он, возможно, где-то в 90-х, мне кажется, он приблизительно мой ровесник. И я думаю, что где-то в 90-х, когда я, допустим, мечтал о Дэнди, о Сега игре, или о каком-то картридже новом на эту игру, когда я в детстве мечтал о машинке, в которую можно сесть и так нажать педаль, просто нажимаешь педаль, и она едет. Вы не поймете этого, потому что сейчас это ерунда. Это обыденность. В любом магазине детских игрушек можно купить ребенку такую машинку, в которой он будет садиться, она будет электрическая, на аккумуляторе заряжаться, он будет нажимать на педаль и ехать. Но в моем детстве это был предел мечтаний. Это просто во сне ты видел, в своих снах ребенок тогда видел такие игрушки. У нас не было вообще вот такого ассортимента игрушек, всех этих благ, которые есть сейчас в детстве, у нас этого всего не было. И вот мы мечтали о таких вещах. И вот когда я, мне кажется, мечтал о машинке, допустим, такой машине, в которую сесть и поехать, вот этот чувак в это время мечтал совершенно о другом, о каких-то высших таких вещах, где он с двумя автоматами уничтожает врагов. Видимо, он мечтал об этом. Мне кажется, вот эта вот мечта, которой он стремился тогда, в 90-х, он к ней сейчас пришел вот в этом лесу. Я даже не знаю, где этот лес может. Этот лес не обязательно, что он даже в Украине, вы понимаете. Он может быть где-то вообще где угодно. На Кавказе, в Шри-Ланке, где угодно может быть этот лес. Просто этот тип, он в какой-то момент, он решил, что вот он, этот момент истины, вот у него появился шанс, вот два автомата, вот, значит, ленту, лента на голову. Вот там впереди где-то предполагаемый, условно воображаемый какой-то противник. И он просто открыл огонь из двух автоматов у этого противника. И как он в конце крикнул, да, шакалы там. Короче, это очень круто. Я слышал, что его уже Болливуд пригласил на съемки «Индикает матрицы». Кстати говоря, вот, когда вот видишь эту картину, сразу в голову приходит не Голливуд, а Болливуд. Действительно, это правда. Это очень похоже на Болливудскую какую-то картину, но это гораздо круче. Это круче Болливуда, Голливуда. Потому что здесь есть некая искренность. Те играют роли, понимаете. Болливуд играет. Голливуд играет. Они, ну, это же все неправда. А здесь это правда. Вот это вот то, что этот чувак делает, это правда. И правда не в том, что там действительно есть противник. Можете сказать, ну, нет, дело не в этом. Дело в том, что в его голове это все правда. В его мире все реально происходит. Поэтому это выглядит очень правдоподобно. Тумсо. В Туркмении, если у тебя борода больше трех сантиметров, менты забирают и заставляют пить алкоголь и есть свинину. А их президент заставляет читать свои книги в мечети, как Коран. Почему молчит исламский мир? Слушай. Это какое-то очень новое ноу-хау от туркменского лидера. Заставлять пить алкоголь и есть свинину за бороду свыше трех сантиметров. Это нечто новое. Я разные изощренные методы наказания за бороду встречал. Когда я был дома, борода была очень такой большой проблемой. По сути, все то, что меня постигло, началось именно с бороды. Но вот такого из-за бороды, значит, пить алкоголь и есть свинину, это, конечно, это что-то вообще-то новенькое. В чем там был вопрос? Почему молчит исламский мир? Я не знаю. Я бы даже не так этот вопрос поставил. Почему вообще мир этого чувака терпит? Ну, наверное, потому что неинтересен он как-то. Не знаю почему, но неинтересен. Субтитры сделал DimaTorzok